Зрителями выездной выставки стали сами ветераны и молодежь. Все они собрались в актовом зале, чтобы еще раз вспомнить о первой крупной наступательной операции Красной Армии. Началась она 5 декабря 1941 года. «Первое большое контрнаступление, где фашистскому зверю по-настоящему дали по зубам. И дали так, после которого он не смог оправиться, хотя и пытался еще наступать потом под Сталинградом, под Курском. Но здесь впервые советские воины одержали такую великую победу». Сотрудники Краеведческого музея рассказали о неизвестных фактах героического рейда 3-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии, которая участвовала в сражениях. Среди воинов были и армавирцы. «Наша дивизия в Подмосковье попала в окружение. Они находились в небольшом лесу. Что сделал легендарный даватор? Он распорядился казакам разуться, портянки повесить на деревьях и развести костер. Когда фашисты полетели над этим лесом, они, естественно, увидели дым от костра. Естественно, фашисты начали сбрасывать бомбы на этот самый пятачок. А казаки наши в это время были совсем в другом месте. После такой вот бомбежки фашисты, естественно, сняли с леса окружение, решив, что все казаки погибли. А наши казаки с легендарным даватором вышли из окружения в целости и сохранности». Своё напутствие подрастающему поколению дали и ветераны. Галина Николаевна Купянска участвовала в сражениях за освобождение армавира. Главный её наказ – помнить историю и тех людей, которые завоёвывали мир. «Это страшно. Война – это всенародная боль. И это боль. До сих пор у нас ветеранов здесь, в сердце. И я хочу, чтобы вы, ваши будущие дети, ваши внуки никогда не испытали этой боли, потери близких и родных». Городской совет ветеранов регулярно проводит встречи с молодёжью. Патриотическое воспитание – это одно из основных направлений. Ошибки и победы прошлого – большой урок тем, кто живёт сегодня.